Семь тематических площадок на любой вкус. Вместе с родиной, вместе с добром, вместе со спортом, вместе с креативом, вместе со знаниями, вместе с карьерой и своим делом вместе с новым. Каждая посвящена определенной сфере жизни молодежи и позволяет участникам получить новые знания, пообщаться с экспертами, с пользой провести праздник. Самарская область присоединилась ко Дню молодежи. Центром притяжения стал региональный молодежный многофункциональный центр. Различные локации, где наши участники могут принять участие, поучаствовать в мастер-классах, например, по изготовлению значков, по кастомизации одежды, послушать мастер-классы от интересных людей. Центр патриотического воспитания со своими выставочными экспозицией, ресурсный центр добровольчества со своими активностями. Многие общественные организации, которые захотели принять участие, с удовольствием поддержали эту инициативу совместного проведения Дня молодежи. Екатерина Заболотина на праздник пришла с подругой Марией. Говорит, уже побывали на площадке, где делают окопные свечи. В планах обойти все остальные локации. Атмосфера очень классная. Много классных музеев. Все улыбается, радуется. Нам очень нравится. Очень круто. Мне очень нравится. В целом установке люди, очень интересные мастер-классы. Мы пока прошли только два, но все же пойдем дальше сейчас. В антикафе молодежного многофункционального центра студенты могли придумать идеи своего бизнеса, сыграть в предпринимательскую игру и пройти деловой квиз. Одной из популярных площадок оказалась ярмарка вакансий. Ярмарка вакансий. Там рассказывают, куда можно поступить, за какие баллы, при целевое обучение. И даже можно получить какие-нибудь подарки, которые будут напоминать вам о Дне молодежи. Площадку патриотического воспитания организовало поисковое движение «Россиян». На ней можно было научиться собирать и разбирать автомат Калашникова, подержать в руках винтовки, увидеть военные трофеи времен Великой Отечественной войны. В зале «Космос» прошла встреча с героем России Максимом Девятовым. В августе 2023 года вместе с другим бойцом он выполнял боевое задание в ДНР. Услышав в радиоэфире, что его группа окружена, отправился на помощь. Вместе с напарником Максим отбил атаку из-под жизни 14 российских бойцов. Виктория Шара и Николай Епифанов. События.